Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию мушку, которая тоже работает практически круглый год. Сейчас осень, впереди зима, довольно-таки актуальная нимфочка, практически, ну, в это время очень даже хорошо. Давайте приступим. Я огрузил нимфу латунным шариком диаметром 2,5 мм. И в районе грудки я еще промотаю свинцом дополнительным, так как рыбалка будет производиться также еще и зимой. Буквально почти с середины самого крючка в районе грудочки я начинаю производить намотку свинцом. Дохожу до шарика, обламываю свинец. И пока клей мой еще не прихватился, я запихиваю свинец в шарик, поджимаю его вот так. Вот мы произвели небольшую огрузку. Теперь я добавлю еще немножко клея на цевьё. И будем крепить элементы, из которых будет изготовлена моя нимфочка. Для изготовления я буду использовать подшерсток серого цвета. Можно использовать кролика, любой, который более-менее мягкий мех. Закрепили нашу ниточку. Для сегментации тела я буду использовать остаток силиконовой резиночки. Вот такого красного цвета. Можно использовать золотого, зеленого, как вы сочтете нужным. Это не столь принципиально. Я изготавливал для рыбалки разных цветов, разных оттенков. Работает практически все. Просто в данный момент она у меня оказалась под руками. Прихватили и в натяжечку. До почти самого загиба я креплю силиконовую резинку. Еще раз хорошенечко подхватим, промотаем тело, лишним не будет. Никаких дополнительных украшений я здесь не использую, потому что сам по себе силикон довольно-таки хорошо играет в воде и привлекает рыбу. Можно, как я уже делал, вы увидите на моих фильмах, тенкара, одна из мушек мокрых. Я там просто изготавливал из такого силикона. Берем немножко меха и начинаем формировать наше тело. Не доходим до колечка пару миллиметров и делаем в натяжечку нашу сегментацию. Вначале я делаю один полный оборот и потом с равным шагом сегментирую тело. Донесу капельку клея и хорошо закреплю. Ниточка у меня достаточно тонкая, но все равно я попытаюсь ее расщепить для того, чтобы изготовить даббинговую веревочку, нам симпатичную, из меха. Можно использовать в качестве опушки перо, как вы захотите, как вам будет удобно. Это уже на ваше усмотрение. Учитывая то, что в большей степени мушка рассчитана для зимы, я беру, у меня имеется вот такой песец с брюшка и с лапок, которые довольно-таки хорошие, остренькие у него волоски. отрезаю небольшую щепотку, убираю подшерсток и беру ступку и в ступке выравниваю мех. вот наш мех выравнился и теперь я вставляю его в нашу даббинговую веревочку. Совсем-совсем-совсем немножко так, чтобы хватило на опушку. Сразу с вами примеряем, какие приблизительно должны быть лапки, чтобы хватало их для нашей мушки и не были они лишними. Где-то столько будет достаточно. Отрежем мех. Можно отрезать и в даббинговой, можно и так. Давайте приложим, попробуем в даббинговой. Вот я приложил. Теперь даббинговой иглой вот так держу на пальце и даббинговой иглой я рассредотачиваю по нитке. Сразу подравниваю так, чтобы у меня не было скомканности. И теперь беру и вот так вот остатки меха ножничками отрезаю. Скручиваем веревочку. и наматываем нашу опушку. Вот у меня вышла вот такая симпатичная кисточка. И теперь я отвожу бородки при каждом обороте назад. вот так. У нас вышел, как вы видите, вот такой симпатичный ёршик. Нанесу на нитку капельку клея, сделаю завершающий узел. на нитку. Продолжение следует... Продолжение следует... Желаю вам удачи! До скорых встреч!